Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас сладкий мукбанг, потому что до этого у нас давненько, наверное, не было сладких мукбангов. Последний синабон был достаточно давно, поэтому я сегодня с утра сгоняла в Браво, купила себе 4 кусочка. На самом деле, хотела 4 вот таких, но их не было. То есть, были наподобие, я решила взять еще 2 вот таких кусочка. Ну что, будем пробовать. У меня здесь горячий чай, отличное настроение. И приступим. Вчера я очень поздно легла. Как вы думаете, почему? Опять рисовала. Купила новые фломастеры, возможно, вы видели во влоге. Если не видели, я вам оставлю ссылочку, обязательно переходите, смотрите. Фломастеры топ. Нарисовала новые коллекции. Мне настолько это нравится. Мама меня ругает. Говорит, зачем тебе этим заниматься, детские какие-то дела. Вчера парень мне устроил такой небольшой скандальчик, что за целый день я ни разу ему не написала. А все почему? Я была увлечена рисованием. Это был просто какой-то кайф. Села рисовать в 6. Закончила, по-моему, в 3 часа. И сразу вырубилась. Ну что, это очень вкусно. Здесь у нас чизкейк. У нас, к сожалению, не во всех супермаркетах продают тортики по кусочкам. А мне кажется, так очень удобно. Например, если вы живете вдвоем. Зачем вам огромный торт? Взяла 2 кусочка и все. Тортиков везде много. Вот именно кусочков нигде нету. В общем, сегодня на моем втором канале будет очень интересное видео. Вы знаете, я себя ни капли не заставляю. То есть не то, что я хочу развить свой второй канал. Там, не знаю, чтобы у меня было много подписчиков. Я в это не верю. Потому что эта тема нравится очень малому, ограниченному числу людей. Поэтому я думаю, что, скорее всего, много подписчиков не будет. Но я ловлю такой вайп, такой кайф. Сижу, рисую. Вчера мне парень говорит, люди активно живут, видят мир. А что ты делаешь? Целый день просто сидишь, рисуешь. Это не жизнь. У его друга вчера плоднюха. И он такой говорит, давай пойдем туда. А я говорю, нет, у меня дела. Я не могу. А потом он видит в истории Инстаграм, что Айка просто весь вечер рисовала. И ни разу не написала. Не то, что я себе в чем-то отказываю, лишь бы порисовать. Просто мне это нравится. Киви как в тему. В общем, я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что ему нравится. Одно время мне очень нравилось вязать. Я прям была помешана на этом и могла просто часами вязать до ночи, до двух, до трех. Потом в конце я понимала, что вещи, которые получаются, они просто несравнимы с теми вещами, которые мы покупаем в магазинах. Этот, кстати, мне понравился меньше всего. Вот этот бомба. В общем, вязала я себе юбку. Связала. Получилось очень аккуратно, красиво. Кстати, в Ютубе очень много туториалов, где показывают, как делать рисунки. Точнее, не рисунки, а узоры на вязанных вещах. Причем так подробно все показано. Я помню, когда мелкая была, мама покупала журналы, где было показано, как что делать. Покупала журналы. Там и то было непонятно все. А тут в Ютубе... Просто это очень большой труд на самом деле. Много времени уходит. И в конце результат тоже получается, ну, так себе. Проще просто пойти и купить. Другой период у меня в жизни был, когда я целыми днями читала книги. Я хотела развивать свой азербайджанский, потому что понимала, что на работе азербайджанский очень важен. И одно дело, ты говоришь с большим акцентом, не знаешь слов, словарный запас у тебя совсем маленький. А другое дело, ты разговариваешь, как начитанный человек. Именно поэтому я записалась в библиотеку. Брала там книги. Причем, чтобы взять книгу, нужно было оставить свой паспорт. А иногда было такое, что, например, мне надо в банк, мне нужен паспорт. Неудобно было. Одно время я покупала книги даже. Кстати, книги сейчас стоят очень дорого. Прям сразу отбивается желание читать. Вот что касается книг в электронном формате, это совершенно не мое. Мне надо обязательно держать в руках книгу. Я ее должна чувствовать, я ее должна читать. То есть, просто электронная книга не мое. Когда я была подростком, 13-14 лет, да даже 12-13 лет, я сама покупала себе книги и сидела их читала. Прикиньте, мои одноклассницы там, не знаю, гуляют где-то за гаражами, что только не делают, проживают эти молодые годы, а я как бабуля сижу, либо вижу, либо читаю. Наверное, поэтому особо со мной никто не общался. Слишком нудная была. Ну вот, например, кто-то скажет, ой, ты пожалеешь о том, что лучшие годы потратила на какую-то ерунду, я не жалею. Наверное, просто я такой человек, я домоседка. Причем ужасная. Взять, к примеру, пойти в ресторан и покушать в ресторане что-то, либо заказать на дом. Я обязательно закажу на дом. И лежа буду есть. Давайте выберем самый лучший. Как вы думаете, какой из этих четверых мне понравился больше всего? Который я съела больше всего? Вообще бомба. Я вообще люблю шоколадные тортики. Еще здесь такой сливочный крем. Нежный. Сказать честно, чизкейк мне не очень понравился. Этот был просто бомба. Очень вкусный. Вот эти два, опять же, мне понравился этот. Я люблю шоколадное и мороженое, и тортики какие-то с шоколадными вкусами. Обожаю. В общем, такой сладкий мукбанк у нас с вами получился. Не забывайте подписываться на мой второй канал. Ссылочку оставлю внизу. На этом все. Спасибо, что досмотрели. Пока!